Торговые войны или новая глобализация? Место России. Мнение. Экономический кризис 3 марта 14.8. Торговые войны или новая глобализация? Место России стоит ли тратить силы на улучшение нынешних институтов развития, пораженных коррупцией? Юрий Пескулов. Комментарии в просмотров 1954. Фото. Юрий Смитюк, ТАСС. В нашей предыдущей статье «Кому нужен развал?» в этой оговорилось, что набирающая силы четвертая промышленная революция, возвышение Китая плюс трамповская политика протекционизма и деглобализации дали старт процессу перехода мировой экономики к новой стадии глобализации. Могильщиком старой глобализации, по-американски, выступает Китай и поддерживающие его страны. Спровоцированные беспардонным протекционизмом Трампа торговые войны США против Китая, России и даже Евросоюза несут угрозу нестабильности и замедления всей мировой экономики, кризис институтов ее регулирования и ощутимые потери для самой Америки. По этим причинам они вряд ли имеют перспективу. Агрессивную торгово-политическую активность США можно рассматривать скорее как превентивные меры не допустить Китая и его союзников, в т.ч. Россию, стать лидерами новой, более демократичной, сбалансированной и взаимовыгодной глобализации. На этом фоне нарисовать картину будущего мировой экономики и места России в ней пытались и пытаются многие зарубежные и российские экономисты и политики. На наш взгляд, наиболее убедительной, то есть, научной и обоснованной, она выглядит в исследованиях член-корреспондента РАН Андрея Спартака, в т.ч. В его книге «Современные трансформационные процессы в международной торговле и интересы России» и статье «Россия» шансы достойно вписаться в экономику будущего, опубликованной в журнале «Международная экономика», номер вопросительный знак 12, 2018. Суть этого анализа, во многом совпадающего с нашим, сводится к следующему. Читайте также. Самое пессимистичное слово в России. Сергей Шергунов о варварской оптимизации в Саратове, Оренбурже и на Алтае. По мере ускорения цифровизации и распространения технологий четвертой промышленной революции в глобализационном процессе неизбежно появление невиданной ранее высокой мобильности и доступности ключевых факторов производства. В комбинации распределенного производства, то есть, его приближение к потребителю, поддержанного технологиями 3D-печати, робототехники. Искусственного интеллекта и т. п. Перестанут действовать многие парадигмы предыдущих этапов глобализации. Новая децентрализация и локализация производства вкупе с глобальными коммуникационными сетями означает продолжение глобализационного процесса, но с акцентом на распределенное производство, развитие его инфраструктуры, формирование новых, гибридных, децентрализованных, черт в виде локальных точек производства, максимально приближенных к потребителям и участие последних в процессе создания добавленной стоимости. Такая гибридная глобализация в силу децентрализации производства и надграничной, через интернет, взаимосвязанности всех его элементов будет, с большой долей вероятности, означать размывание страновой принадлежности его участников. Это, в свою очередь, поставит, уже ставит, вопрос о поиске форм совмещения институтов новой глобализации с экономическим суверенитетом стран-участниц. Особенно наглядно это проявляется при формировании региональных торговых соглашений, интеграционных объединений, по формуле ЗСТ плюс и ВТО плюс. Переход сегодняшней, старой, глобализации в ее гибридную фазу займет значительное время и будет зависеть как от технологических и других преимуществ субъектов глобализации, стран и ТНК, так и геополитических преимуществ государств-лидеров, готовых взять на себя ответственность за будущее. С учетом сказанного, первоочередная задача для России сегодня это выполнение указа президента от 7 мая 2018 год, особенно в части П. 14 о развитии международной кооперации и экспорта с доведением к 2024 году. Вывоза несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов дол. И услуг 100 миллиардов дол. В год. Задачи, поставленные перед правительством, являются серьезным вызовом и потребуют для их успешного решения не только больших финансовых средств, но и переориентации промышленной, финансовой и внешнеторговой политики на создание конкурентноспособного высокотехнологичного экспортного сектора. Эти задачи, несмотря на их важность, по существу среднесрочные, домашние задания правительству. Необходимо еще встроить названные цели в долгосрочную стратегию достойного участия России в глобальной экономике и торговле, которой, стратегии, пока не существуют в природе. В этой связи исследования Андрея Спартака и других экспертов, на наш взгляд, заслуживают пристального внимания и практического учета. Институционально-регуляторная готовность России к новому, цифровому, мировому порядку представляет собой исключительно сложный блок вопросов. Так, успешное продолжение традиционной торговли будет зависеть от того, насколько эффективно страна сумеет воспользоваться достижениями цифровизации четвертой промышленной революции. Сегодняшняя страновая специализация в международном разделении труда в будущем, по-видимому, сохранится лишь в торговле, причем сокращающейся, природными ресурсами и ресурсоемкой продукцией, а также в торговле уникальными продуктами, оборудованием и разработками, услугами, необходимыми для функционирования новых секторов деятельности. Читайте также. Явка с повинной. По фридум. Украинские политики говорят ужасные вещи, но народ принимает их за косноязычных шутов. При этом для России стратегия диверсификации производства и экспорта на долга будет приоритетной с условием реализации имеющихся интеллектуально-технологических преимуществ. Ведь в ОПК и связанных с ним отраслях авиакосмической, атомной промышленности и софтвера сосредоточен огромный технологический потенциал, высокой степени апробации мировым рынкам, который, по словам президента, вытащит гражданку. Но, как пишет в своей статье А, «Спартак, иметь потенциал для рывка и эффективно его реализовать две разные вещи, нужна не просто адекватная государственная политика, а политика, рассчитанная на опережение». Речь идет о серьезных инновациях в сфере госуправления, его переосмыслении и обновлении. Предсказываемое экспертами замедление в будущем дальнемагистральной торговли, по логике распределенного производства, должно привести к повышению роли приграничного и прибрежного торгово-экономического сотрудничества, особенно перспективных для России, с учетом ее географии. В результате возникнет потребность в корректировке концепции внешнеэкономических связей, в ТЭ. Ч. Интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Перечень составляющих мозаику новой глобализации и места в НЕМ России не ограничивается сказанным. Но в любом случае не обойти такой важный для России вопрос, стоит ли тратить силы на повышение качества существующих институтов развития, пораженных коррупцией, или форсировать тотальную технологическую модернизацию путем внедрения цифровых и других технологий, подрывающих основных. Основы этой коррупции.